Вот, значит, сегодня мы немного поговорим про то, как это все работает при сильной связи, что такое вот решеточный КХД, траектории Реджи. В прошлый раз мы вводили правила Феймана, и правила Феймана, они справедливы, когда констант связи мала. Мы там раскладываем все в ряд, раскладываем в ряд по малой константе связи. А вот если константа связи велика, и мы знаем, что она велика, поскольку у нас кварки в связанных состояниях сидят, да, бывает велика, то используют вот, значит, решеточные вычисления для того, чтобы ввести, как это делается, нам необходимо несколько определений. Значит, начнем со следующего. Вот, я расскажу это для теории без кварков, то есть теории Янга-Милса, там несколько слов скажу про кварки, вот. Поэтому у меня есть Левклидово действие Янга-Милса. То есть, значит, обычная Л Янга-Милса у нас была минус 1 четвертая, F меню А, F меню А. Потом мы делали поворот, X0, как я говорил в прошлый раз, минус и Тау. И, соответственно, Тау – это X0 и Левклидова. И все туда, значит, вставляли. Вот. Дальше мне необходима будет вот такая вещь. Ну, для начала решетка, да. Вот мы рассматриваем решетку, то есть у нас есть квадратную решетку. Скажем, точка X, некая точка X. Вот есть некий шаг А. Вот, он везде будет у нас одинаковым. Вот. И это такая вот у нас четырехмерная решетка. То есть три пространственных направления и четвертое временное. После того, как мы сделали поворот, оно у нас тоже пространственное. То есть они все обычные евклидовые метрикой. Вот. И между всеми точками у нас будет расстояние А. Вот. Значит, вот мы введем вектор некий. Вот, скажем, вот это есть точка X, а вот это направление μ. То есть там первое, второе, третье или нулевое, да. То мы будем говорить, что вот эта точка, это X плюс μ А. Вот. Соответственно, если вот это направление ньюта вверх, вот, то вот это будет X плюс μ А плюс μ А, да. Ну, а вот это X плюс μ А. Вот. Это вот некие такие вот вектора, которые определяют нам направление. Их может быть четыре разных вектора. Вот. И мы рассмотрим такой объект. Значит, E в степени. Вот. Такой. Значит, это вильсеновская линия, которая у нас идет вот вдоль вот этого вот отрезка. Да? Вам. Что вы с Михаилом Геннадьевичем делали в последний раз? Сиденью проточку. Вы ухажали. Нет, это здорово. Ну, в смысле некое... Чего вы делали такое? Более общее понятие. Вот. Кроме того, что точку брали. Петлю считали в одну петлю. Петлю считали. Маленький квадратик считали? Да. До второго порядка. Отлично. Так. Маленький квадратик посчитали. Хорошо. Хорошо. Тогда я должен сказать... Вот видите, я тут Жене написал. Я обычно его писал. Да, вот. Жене. Мы можем сделать следующее. Вот в F меню это демю аню. Демю аню плюс ж аню. Аню а б б а. Вот. Мы можем сказать, давайте мы перейдем к... Сделаем вот такую замену. Наше А, если мы напишем это, что перейдет в новое А делить на G. Если мы так сделаем, то что у нас получится? Куда у нас перейдет F? Оно перейдет в единицу на G. Вот. Это и уже новое, соответственно, А. И тут G нет. Видно, что оно у нас полностью факторизовалось вперед. Нам никто не мешает делать вычисления вот с такой нормировкой. Да, А. Просто взяли и поделили на G. Вот. В итоге, что у нас получится? У нас получится, что действие перейдет в... И заряд будет стоять только перед ним. А вот тут вот ничего не будет. Не будет заряда внутри вообще. Вот. И поэтому, когда я буду рассматривать вельсиновские линии... Вот. У нас... Вот тут был G, да? Он внесся в А. Таким образом. И тут его больше нет. Все, у всех моих вельсиновских линиях же уже нет. Ж у меня стоит только перед Лагранжаном вот тут. Вот. То есть это вот такая нормировка А. Хорошо. Соответственно, вот если я буду рассматривать такую вельсиновскую линию, обозначать я ее буду вот так. У с индексом мю от х. Да? У с индексом мю от х. Отлично. И чему же это равно? Значит, это равно... А. Я говорю, что ну вот оно у меня достаточно мало. И я могу разложить вот эту вельсиновскую линию. То это у меня будет единица плюс и... Значит... А мю от, скажем, х. Единица плюс и а мю от х. На, соответственно, а. Да? Вот. И все. Плюс какие-то поправки. И так как я буду смотреть маленькие а, то им я буду пренебрегать. Вот. Поэтому. Как мне написать... Кто мне считает какие-то функции грейна? Мне нужно написать произвещь функционал. Вот. А он... У меня пишется так, что это z. Это интеграл. Значит, dA в степени и высота. Так было, да? Вот это мера dA. Если я в качестве переменных интегрирования... Вот, когда у меня теория возмущений, мне удобно брать вот эти а. Сами а. А когда у меня теории возмущений нет... Вот. Мне удобно, на самом деле, брать в качестве переменных... Вот эти i, бюлтые. От x. Потому что, во-первых, они в пределе маленьких а. Если я вот этим всем пренебрегу. У меня интеграл по dA. Это с точностью до каких-то констант. Вот. Это интеграл по dU, да? Вот. Поэтому мой z будет переходить... Вот эта вот мера будет переходить в эту с точностью до каких-то констант. Я все равно константы буду делить друг на друга, поэтому мне не важно. Значит, при астре начнемся к нулю. Вот. Поэтому теория формулируется будет как функциональный интеграл по вот этим вот линиям. Почему это удобно? Потому что если у нас тут стоят какие-то поля кварков, вот в вершинах, да? Тут будет стоять там psi от x какой-нибудь. Тут будет psi стоять psi от x плюс милан. То, чтобы образовать калибровочный вариант, мне нужно между ними поставить вельсиновскую линию. Так? Вот именно вот эту самую. У мю от x. Тогда это будет калибровочный инвариант. А если я буду вот эти поля A использовать на решетке, то мне непонятно, как образовывать вот этот калибровочный инвариант. Вот. Поэтому, ну, отчасти поэтому, вот. Первый шаг, который делается, говорит, что давайте перейдем от поля к поляму. Вот. А почему же это инвариант? Оно инвариант. Помните, какой инвариант? То есть, с чертой у psi. Где этот в точке там x, этот в точке y. И между ними вот это какая-то по вот этому контуру линия, да? Вот. Ну и вот, скажем, пусть у вас поля A живут в точках там, да? Ну и как вы вот это вот напишите? Вот. А с U, который живет не в точках, а вот, который является функцией вот этого отрезка, да? Вы просто пишите psi в точке x, psi в точке x плюс mu A, U, вот это самое, mu X. И это инвариант. Вот. И некая терминология. Вот эта точка называется сайт. Так. Вот эта вот линия, соединяющая два вот этих сайта, называется link. А вот такой элементарный квадратик называется, так, наверное, плакет. Вот. И, соответственно, наш функциональный интеграл идет по всем переменным, отвечающим вот этим линкам, да? Хорошо. Дальше. Теперь у нас есть действие. Мы должны что-то как-то вот его переписать в терминах вот этих вот U. Если кварков у нас нет, у нас есть только вот эти U. Значит, нам действие нужно из вот этих U составить. Такое, чтобы в пределе оно переходило в действие Янг и Микс обычно. Вот. Как мы можем... Действие – это калибровочный вариант. Помните, да? Калибровочный вариант у нас – это следы. Помните, да? От замкнутых петель. Хорошо. Значит, ну вот давайте образуем вот такую петлю и возьмем от нее след. Значит, вот давайте. Соответственно, я что могу сделать? Если я вот так направление обхода выбрал, то последняя матрица, которая у меня пришла, это вот эта. Значит, в каком я направлении пишу? Значит, вот так сделаем. Вот это что? Это Ux от UmedX. UmedX. Это вот эта матрица. Вот. Я... Давайте я подальше. пишу. Это вот такая матрица. Дальше. Вот эта матрица какая? Это матрица U. ню, да? Ню от X плюс ню А. Вот. Правильно пишу. Это вот этот кусочек. Да? Соответственно, вот этот кусочек. Это что? Это... Ну, я, скажем так, ну, это у меня начальное состояние, оно переходит в конечное. Я в этом матрице множу по порядку. Вот. Ну, как операторы, да. Вот. Ну, вы, например, можете говорить, но если это было А, да, в нем были операторы и окрест, они действовали в начальное состояние, но поэтому мы их выстраиваем, так сказать, как надо. Мне на самом деле все равно в каком ходить, но я в какой-то один вот выбрал порядок и иду в нем. То есть вот сначала я пошел по этой, потом я пошел по этой. Вот, следующее. Это значит, я должен вот сюда пойти. это у меня будет минус мю, да. Вот. Вот. Х плюс мю А плюс ню А. Так, вот у меня был х плюс мю А плюс ню А, и я пошел в сторону минус мю. Вот. И теперь сюда я должен прийти. то у меня будет у минус ню от х плюс ню А. Вот. И это я вернулся в исходную точку. Так? Вот. Если я еще от этого возьму след, то это будет какой-то врубочный вариант. Вот. И назову я его, назову я его трейс, вот, где вот это вот плакет. Вот. Хорошо. Я могу на самом деле, используя вельсиновские, свойства вельсиновских линий, вот это немножко переписать, потому что, вот если я иду, скажем, если я возьму крест, то есть эрмитовое сопряжение от нее, да, то что я получу? Это я получу вот тут минус. Вот. Это я тут получу минус. или я могу переставить интеграл, да, то тогда я просто пойду в обратном направлении. Вот. Поэтому я тут могу написать, что трейс значит униу крест от х униу крест от х плюс нюа так вот чаще всего это пишут. Вот. Теперь мы имеем некий калиброчный вариант, отвечающий вот одному такому элементарному квадратику. А вот давайте теперь построим такое витрие, которое будет сумма по всем плакитам единица минус след витрие, след вот след вот такое действие организуем, где сумма идет по всем плакетам плакетам у нас есть какая-то решетка и мы по всем возможным элементарным квадратикам вот там вот так суммируем. бета это некий коэффициент, который мы потихонечку выразим вот через то, что стоит перед вот этим действием, через заряд. Вот. Давайте смотреть. Вот здесь сумма по всем плакетам в зависимости от ориентации, что вот сюда я обошел, что обратно я обошел. Понятно, что при изменении обхода, как я только что говорил, будет вот меняться знак. Вот. То есть действительная часть на самом деле меняться не будет, поэтому можно написать вот так. Бета пока оставим. вот это я ее написал от головы, это действие единственное. Сейчас я покажу, что в пределе малыха оно даст нам вот это. Вот. Понятно, что в пределе малыха много можно написать разных выражений, которые в пределе малыха дают нам вот это. но вот это оно наверное самое простое и первое, которое появилось. Вот. я его рассказывал. Вот. Значит, его можно переписать по ориентированным плакетам. Вот. То есть тут что такое действительная часть это trace вот dp плюс trace dp крест пополам. Да. Вот я это сюда подставлю. То есть вот это обход плакета в одном направлении, вот это обход плакета в обратном направлении. Вот. Так как я говорю ориентированный, то есть я направление тоже фиксирую, то у меня будет бета я оставил то есть единица вот на 2 mc тут две таких суммы и вот тут единица это одна вторая плюс одна вторая да и я вот эту двоечку вот сюда вынесетесь вот здесь вот 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 такое действие вот такое действие вот давайте смотреть что будет если мы будем стремить к нулю что будет если мы будем стремить к нулю что спросите значит смотрите еще раз говорю вот что такое действительно часть света это этот плюс значит сопряженный да пополам вот единица это одна вторая плюс одна вторая так вот соответственно мы можем сказать что это одна вторая на единица минус вот это плюс одна вторая на единице минус это сопряженное да вот а так как здесь мы не различаем направление вот то мы каждый плакет берем один раз а тут мы таким образом мы один раз мы берем в этой сумме вот таким один раз вот таким так вот про вот этот можно сказать что это просто другое направление вот поэтому вот тут в сумме в два раза больше слагаемых то есть половина тех с прежним направлением половина с обратной вот 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 давайте смотреть значит что будет значит будет следующее вот это значит в пределе маленьких а вот этот след он равен с точностью там единицы на 14 F меню на F меню вот это вот задача которую я просил Михаил Геннадь с вами решить решили не совсем мы до второго порядка разложили так до второго порядка плюс следующей поправки вот вот там на втором порядке мы следом на нулю получается потому что он на одну из познаний нет решили так ладно ну ну можно начать это делать но это минут 10 или 15 то есть что вы делаете вы просто берете вот это все разлагаете в ряд до первого неисчезающего порядка по получаете но вам трудно получить что-то другое поскольку вот это единственный калибровочный вариант здесь с такой четностью вот поэтому вы просто фиксируете коэффициент на самом деле при нем таким разложением вот я его подставил сразу то есть это вот этот след в первом неисчезающем порядке по вот после чего я благополучно вот эти сокращаю и получаю что это у меня сумма по всем ориентированным плакетам вот тут у меня будет четвертый значит на 8 вот и бета и бета и бета да вот это хорошо теперь я могу тут просто руками написать а в четвертый же в квадрате соответственно нет а в четвертый писать не могу а в четвертый же в квадрате на бета на 2 вот а тут это сумма да а это а в четвертый соответственно это будет переходить плавно в пределе d4x то есть это элемент меры который дает а в четвертый вот а тут у меня g 4g в квадрате в четвертый а вот и вот так соответственно я могу сказать что вот это это мне дает действие а это дает мне некий коэффициент перед ним да вот и мне хочется чтобы этого коэффициента не было поскольку я 4g в квадрате уже выделил поэтому я могу сказать что бета с которым мне туда нужно подставить это 2nc даже в квадрате вот и мой произведущий функционал перейдет в интеграл по du и в цепени минус s v вот то есть в пределе малых а я воспроизвожу свое действие обычное вот если бета я беру таким но что здесь хорошо здесь хорошо то что перед ну вот этой суммой стоит бета который обработанно пропорционально g квадрат если у меня g скажем большое вот я хочу посмотреть предел больших g сильная связь то вот тут у меня стоит маленькая величина и я могу в принципе по ней раскладывать строить вот такую вот теорию разложения по бета вот и давайте это и сделаем вот давайте посчитаем так как это я давайте такой квадратик посчитаем среднее от какого-то конкретного квадратика единицы на nc среднее что это вот я к чему веду мы с вами считали вот такой большой квадрат где это было r а это было t считали среднее от вот такой петли и у нас получалось нечто из чего мы получали потенциал по формуле вот теперь давайте мы теперь это была теория возмущения g малу мы во втором порядке по g раскладывали теперь давайте посчитаем вот то же самое но когда g велико то есть будем рассказывать по бета вот но для начала чтобы посчитать большой квадратик для начала нужно посчитать маленький вот давайте маленький посчитаем элементарный квадратик это будет что это будет интеграл дэу 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 дэ у дэп а тут нужно написать Вот нужно посчитать такую вещь. Вот смотрим, что у нас есть. Вот тут у нас стоят беты. Вот эти беты у нас малые. Поэтому самый первый неисчезающий вклад по бета, как будет получаться? Он будет получаться так. Вот тут я оставлю просто du. Здесь вообще всем пренебрегу единицу. А здесь, если я всем пренебрегу, вот здесь тоже единицу вместо экспонента, то что я получу? Нет? Вот. Значит, смотрите. Знаете, вспомните такие интегралы? Уитая, ну по группе, да? Су3. Чему это равно? Ну или у, правильно. Интеграл du по группе. Чему равно? Единица. Замечательно. Вот ровно поэтому вот этот интеграл и будет единицей. Поскольку вот тут вот это у, да? Вот тут вот это разложение в ряд там какие-то у-у-у стоят, да? А вообще, говорить, интеграл брать надо. Но если мы просто единицу тут оставим, то это будет просто интеграл по группе в каждой точке, которая даст по единице. Да? И все. Вот. Дальше. По всем возможным у. Да. У это элементы су3. Вот а это элементы алгебры, а а, а, т, а, да? А это е в степени а. Соответственно, это просто элементы из су3. Вот. Так. Вот такой интеграл. du u i u крест g. Так. Наверное, наоборот я вам писал, да? Вот так. Чему равен? Единицы на n дельта дельта. Значит, так. Лучше так. И ж, к, л, да? И вот тут нужно правильно расставить. Значит, а вот я не помню. Сейчас. Значит, ну пусть будет ж, наверное, так. Ж, к, ж, 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 к, и. Ну, я вам это выводил. Помните на самой первой лекции? Помните? Точно? Вот. Значит, хорошо. Вот этим я и воспользуюсь. Вот смотрите, вот здесь, да? Если я экспоненты уберу, то вот тут у меня есть какая-то, какие-то u стоят. То есть у меня большая-большая решетка. Там много разных вот этих линков там, да? Я по всем из них вот тут интегрирую, так? Вот. В частности, я интегрирую по вот этому. Так? Когда я буду интегрировать по вот этому, там у меня стоит интеграл по dU, по dU вот этому конкретному. А тут у меня стоит, ну что такое след? Это u на u на u на u. Вот мы только что его писали, да? И вот там у меня просто стоит голый u. Поэтому это будет вот этот интеграл, который даст мне 0. Понимаете? А это, это произведение всех интегралов, поэтому у меня тоже будет 0. Поэтому вот тут я не имею права экспонент не раскладывать, я должен ее раскладывать. Вот. Если я ее буду раскладывать, я возьму ее в первом порядке по b. Вот у меня это действие. Ну или вот, лучше так. Вот у меня это действие. Вот если я единицу оттуда поставлю, то это все равно, да? Ну, так же, как будто я не раскладывал. Единица вклада не дает. Вклад дает вот это. Вот я это и напишу. Вот я их ДПС волной назову. Вот. И там стоит бета пополам. Минус бета пополам. Минус, кстати, уходит. На два МЦ и след. След в ДПС волной. Вот. И вот этот никто не отменял. Так, спрашивайте. Если непонятно. То есть, вот это у нас какие-то конкретные от ДП. Вот 4 там стоит линка, да? Вот. А здесь сумма по всем. Вот если мы будем брать вот те, которых здесь нет, вот, значит, ну, такие дадут нам 0, да? Поскольку там будет 1 У. Это вот как вот этот интеграм. Вот. Соответственно, из этой суммы вклад даст только только линк, только одно слагаемое, которое будет таким. Вот если тут у нас был вот такой обход, да? То вот тут, в этом слагаемое, которое мы из суммы возьмем, обход должен быть обратный. То есть, на каждое У, которое стоит здесь, вот тут должен стоять У крест. И тогда мы воспользуемся вот этим интегралом. Понимаете? Или нет? Или не понимаете? Но если на обратном направлении, то там пределы интегратора просто отменяем местами и ставим У крестом, чтобы работать. Да, потому что вот У, да, это П е степени и интеграл от х до х плюс мюа, да? Там, чего-то там. Соответственно, У крест – это что? Это П е степени минус и интеграл от х до х плюс мюа. Так? Я могу вот это, значит, убрать минус и изменить порядок интегрирования, да? И это будет У в обратном направлении. Поэтому мне нужно из вот этой всей суммы выбрать только тот, значит, плакет, который будет тем же сам, но ориентирован в другую сторону. Вот. После чего я этот интеграл посчитаю, используя вот это вот равенство. Да? Эту у меня единицу я писать больше не буду. Я вынесу, значит, бета на 2 НС, на единицу на НС. Вот. И что тут будет? Тут будет, вот если это было, скажем, И, Ж, вот это было К, Л. То есть вот у этого были индексы И, Л, у этой У, а у этого Ж, К, да? Вот. Соответственно, вот это, скажем, М, Н. Ну вот этот вот, который тут, О, П. Вот. Все, все индексы расставил, да? То, используя вот то, то, что у меня получится что? У меня получится. Единица на НСС. Дельта ЛК. Значит, Дельта ЛК. Дельта ИЖ. Дельта ЛК, Дельта ЖИ. Вот так получится. Это, я скажем, вот эти два. Когда я интегрирую из двух У, у меня получается два Дельта-символа, которые концы соединяют. Понимаете? Нет. Нет, в смысле, это я понимаю. Да. Я не понимаю. У нас же вот там, в этих трейсах, больше, чем две У. Их четыре. Их там четыре. Почему мы их такая маленькая? Потому что я сейчас четыре скобочки не пишу. на каждую... Понимаете? Я интегрировать могу... Вот у меня тут произведение четырех У в каждой из них. Вот. И у меня интеграл по четырем У. Вот я каждый интеграл буду брать отдельно. Это произведение интегралов. Поэтому я индексы у них просто расцепил. Так? След. Что такое след? Это сумма... Вот тут вот стоит... Вот эта стрелочка означает У. Скажем, там, я не знаю, К, Л, да? Тогда вот это, это будет означать, она в другом направлении, У, крест. К, Ж. К, Ж, пардон. Это у меня что? Ж, да? Это К, Ж, вот. Тогда это У, крест, соответственно, Л, И. Вот так. Вот. А вот это... Значит, У, это у меня вот те внутренние. Соответственно, это будет У и П. Значит, нет, П, И. Вот так вот. Я пишу П, И. У, крест. Вот это О. О. Это чужие. Вот. Ну и здесь так же, и здесь так же. Так? То есть я след просто написал, как произведение четырех матрицей, индексы, значит, у них взял. Просто явно руками написал. Потому что, когда у меня индекс торчат руками, я знаю, как это интеграл, чем он равен. Вот. И я на каждый из них вот так напишу, чему он равен. Интеграл по вот этому линку, где у нас один такой, один обратный. Интеграл по этому, один такой, один обратный. Поэтому и по этому. Вот. На каждый из них у меня получается вот такая штука. Да? Вот я их себе напишу. Раз, два, три, четыре. Вот. Значит, LK, LK, значит, GI, LK, GI, соответственно, дальше. LK, N, N, соответственно, LK, здесь KL, здесь KL, КЛ, значит, МНОП, ОПНФ, ЖИ, ЖИПО. Вот, я их все написал, и потом я вижу, что у меня, вот, ЛК здесь есть, которая пришла, скажем, из вот этого интегрирования, и ЛК есть, которая из этого пришла. Вот тут вот МН, который из этого пришел, и МН, который из этого пришел. Соответственно, каждую дельта-функцию я сверну, у меня получится, у меня получится beta. Называем С в квадрате, значит, единица на НС в четвертой, это вот 4 вот этих. Вот, и, вот, дельта-ЛК, дельта-КЛ дает мне дельта-ЛЛ. Дельта-ЛЛ это сколько? Н, да. Соответственно, их тоже будет 4, поэтому это у меня просто единица. Этого нету. Вот, ну вот, собственно, и все. И будет это равно β на 2 НС в квадрате. Вот. Да, правильно. Хорошо. Это элементарный квадратик. Теперь, вот если мы возьмем... Большой прямоугольник. Вот это у нас R, вот это у нас T. И будем так же действовать. Вместо того, чтобы считать по элементарному квадратику, будем считать по вот этому большому. Так? Теперь, если, ну, со знаменательным так же, с числителем. Вот тут у нас сумма по всяким элементарным квадратикам. И нам, вот если мы любой из них спустим, у него максимум будет вот одна или две границы совпадать вот с тем, которые у нас есть. Поэтому вот этим интеграл нам что-то даст, ну, вменяемое, а вот по этим он даст просто ноль. Так? Вот. Поэтому что нужно сделать? Нужно взять вот так, замостить все, всю площадь нашего прямоугольника элементарными квадратиками. Ну, вот. И тогда что получится? Тогда получится, что вклад в интеграл – это экспонента. Значит, мы ее раскладываем до тех пор, пока количество следов вот этих, которые вылетят при разложении вот этих, не станет достаточным, чтобы все квадраты вот тут вот забить. И тогда мы будем говорить, вот мы по всем по ним возьмем интеграл. Тогда у нас, скажем, вот я какой-то любой квадрат беру, один раз он, все вот эти линки входят в квадрат, вот когда мы его вот так обходим, да? А второй раз вот этот входит вот в соседний, поэтому он встречается дважды, и интеграл по нему, вот ровно по той же формуле, даст нам единицы на n 2 дельта символа. Понимаете, да? Вот по вот этому. Или непонятно. Вот, а если здесь, то один раз он встречается в нашем самом исходном контуре, а второй раз вот в этом вот плакете, так? И поэтому, опять-таки, он был встретиться дважды, интеграл по нему по этой формуле даст 2 дельта символа. Как еще раз, если интеграл в уголе, то придется интеграл на тратик? Значит, смотрите, еще раз. Вот я его сейчас напишу. Давайте. Вы этот интеграл уже запомнили, да? Значит, мне нужно посчитать единица на nc средняя от следа от вот такого u, там, по rt, да, вот в таком большом квадрате. Хорошо. Считаем. Это интеграл. Единица на вот это. Я это писать не буду, он даст мне единицу, понимаете? Да, с ним ничего не изменилось за знаменателем. du. Тут стоит е в степени от минус fw от v, от u на, ну вот на это, 3s по квадрату rt. Все. Я смотрю, у меня вот тут вот экспонента. Я ее раскладываю сколько-то раз. Если я ее разложу один раз, у меня это будет где-то один квадрат, по всем остальным линкам у меня 0. Не годится. Я ее раскладываю много-много раз до тех пор, пока у меня не получится следующее. Так, тут вот, пока у меня не получится следующее. u по квадрату. Значит, а тут будет стоять произведение вот этих вот, значит, выражений. Опять единицы я брать не буду. у меня будет стоять, так вот, сюда пишу, помножить на β на 2mc, это вот этот коэффициент. Вот, а β на 2mc, ну минус, ну минус минусом вот с этим сократился. Нету, да? В некой степени. Сколько у меня тут квадратов? В какой степени? Ну, я ее вот так напишу. Площадь А, да? Площадь, ну делить на А в квадрате. Ну вот столько у меня их будет, да? Вот. И вот столько вот этих следов там стоит. По квадратам? По квадратам, да. По вот каждому из них. А? Понятно? Спрашивается, что непонятно. Ну, то есть, смотрите, мне нужно, чтобы интеграл был не 0, чтобы каждого линка было по 2. Да? Соответственно, я вот беру, разлагаю экспоненту до тех пор, пока у меня число квадратов не равняется, ну площадь, деленная на А квадрат. Да? Вот. Почему мы тут сказали по квадратам? А что у него валика сначала? Довольно переход. И все. То есть, ну, исполнитель стоит, да? Вот. Или нет? Вот это по элементарному плакету. А, это по квадратному. По маленькому элементарному квадрату. Вот. По такому. Со стороной А. Вот. То есть, это сумма по всем плакетам со стороной А. А это у нас большой. Это мы так 10 записали через эти плакеты? Через сумма, да. Ну вот я же написал всем ориентированный плакет. Вот. У них длина у каждого А. То есть, вот это А, 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 А. Вот. И мне нужно мою длинную вот такую вот большой прямоугольник замостить этими квадратиками. Вот. То есть, мне нужно столько раз экспоненту, ну, такой член ряда взять, чей номер равен, ну, вот площадь делить на А квадрат, чтобы у меня этих квадратов хватило. Понимаете? Вот. Вот я и взял. Хорошо. Коэффициент при нем вот такой. И тут вот стоит произведение. Значит, трейс, соответственно, UDP1 и так далее. Трейс UDP, там, n-ты какой-то. Вот. Вот их тут много-много. Столько слуху вот А делить на А квадрат маленькое. Теперь. Я точно так же действую, вот как я вот здесь с одним подействовал. Я каждый из этих квадратов расписываю как произведение вот этого, 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 этого линков, да? У. Вот. И у меня их всегда по два стоит. Один направлен в одну сторону, второй в другую сторону. Понимаете, да? Вот. И, соответственно, каждый раз, когда я делаю интегрирование по какому-нибудь из них, вот, скажем, я начинаю с угла, да? У меня есть две переменных интегрирования. Одна вот идет вверх сюда, вторая идет вниз. И тут. Одна сюда, вторая обратно. Вот. В итоге, когда я интегрирую по вот этим, я получаю что? Я буду получать единицы на n, да? Вот. Я буду получать единицы на n. А как... И поэтому я получу единицы на n. А в вершине у меня будет стоять дельта, ну там, ii, которая мне даст n. Понимаете? Точно так же, как и здесь. То есть каждый угол мне давал n, а каждая сторона давала мне единицы на n. Вот эти единицы на n, а каждый угол – это свертка двух дельта-символов, которые дают мне n. Нам же для этого надо еще вот этот, который трейс, у кого-то, угодник. Почему это? Да, конечно. Мы все и этот разбиваем, и этот разбиваем. Нет. Трейс у – это вот этот, помножить на вот этот, помножить на вот этот, но вот этот вот так по периметру. Так? Трейс каждого из этих – это этот, на этот, на этот, на этот. То есть вот у нас произведение вот таких вот элементарных u, отвечающих каждому линку, со своими открытыми индексами. Вот большой-большой такой стоит. Вот. И когда мы интегрируем по ним, каждая вершина дает нам n, каждая вот эта элементарная сторона дает единиц на n. Вот. Я вот тут это демонстрирую. Каждый интеграл u, u крест дает нам единицы на n, два дельта-символа, да? Вот. То есть единица на n, вот она стоит. А два дельта-символа, когда они встречаются в одном углу, они дают нам n. Ну вот дельта mn, и тут вот дельта nm. Они дают n. Поэтому мы можем сказать, что у нас в итоге получится, когда мы вот этот интеграл, вот этот след, на вот это произведение большой следов возьмем. Получится у нас следующее. Значит, у нас был единица на nc, стоял впереди. Это вот этот. Вот. Дальше бета на 2nc в степени a в квадрате. Вот. Дальше у нас будет стоять единица на nc. А, вернее, лучше так. Будет стоять nc в степени число вершин, значит, число вершин минус число сторон. Ну вот так лучше. Число сайтов минус число линков, там вот так, да? Вот. Хорошо. Вот. Ну, сколько тут углов? Сколько? Вот. Значит, число сайтов. Ну, значит, если вот это у нас r, это мы r поделим на... r поделим на прибавим единицу. Ну, потому что, так сказать... Ну, у нас одна лишняя, да? Вот. Это число... Ну, и помножим на t поделить на a плюс 1. Вот. Это число... То же самое. А число линков... Это будет r поделить на a... помножить на a плюс 1. Это число вот этих сторон, да? Вот. И в каждой из них t на a линков. Это вот этих. Плюс наоборот. t на a плюс 1, наверное, a... Вот это я туда подставляю. И что я получаю? Значит, если я их друг из друга буду вычитать, то получу я как раз... Что? Значит, ну, r на a, на t на a, они у меня сократятся. Верее, не сократятся. Значит... Мы ведь только по периметру идем, потому что получается... Почему? Нет. Вот тут стоят все интегралы по всем u вообще в природе. Так? Вот. Я не могу пойти по периметру. Я еще раз говорил. Вот я спустил один квадрат, да? Если я иду только по периметру, то вот по этим у меня тут два. Один из моего спущенного квадрата, одна переменная, вторая из моего исходного контура. Интеграл мне будет единицы на nc, какие-то дельта-функции, да? Тут то же самое. А вот здесь у меня остался только один линк из того квадратика, который я спустил. Все. По нему интеграл ноль. Это произведение интегралов. Это все ноль. Именно поэтому я вот тут вот спускал, раскладывал экспоненты до большого-большого числа, чтобы все квадратики замостить. И тогда в каждом из них у меня один раз я иду сюда, один раз иду обратно. Когда я вот в этом хожу, я иду сюда, когда в этом иду обратно. То есть сопряженное мы находим в том же произведении трейсов? Да, да. То есть в этом произведении трейсов они или сопряжены друг к другу, или сопряжены вот куску отсюда. Вот. Соответственно, именно поэтому я и считаю, сколько у меня линков везде, вот полностью вот тут, и вершин. Вот. Итого, если я вот это вот, значит, вычту из этого это, то получу я минус, то есть отсюда я вычитаю вот это, минус rt на а квадрат, вот тут их два, да, минус t на а, минус r на а, и плюс один, плюс один. Вот что я получу. Вот. А тут у меня как раз единица на nc стоит. Это будет вот этот плюс один убьет. И будет у меня, значит, бета делить на 2 nc, а площадь это и есть r на t, да, это и есть моя площадь. Вот. Соответственно, тут у меня будет не 2 nc, а 2 nc квадрат. Вот. Степень и площадь на а в квадрате. А это нормально, что у нас значение интеграла в итоге зависит от того, как мы разбиваем эти квадратики? Нет, это могу поменять, что? Вы не можете, ну, в смысле, как только вы действия так записали, у вас квадрат фиксирован. Вы потом можете говорить, а вот я буду стремить а к нулю, возьму его, разобью пополам, пересчитаю там, да, но это другое дело. Вот. Значит, вот наш ответ. В это делить на 2 nc квадрат в степени площади делить на 2 nc квадрат. Хорошо. Хорошо. Теперь давайте вспомним формулу для потенциала. Значит. Да-да-да-да-да-да. Вот сейчас я это тут вот. Так, это мне не надо больше. Напишу немножко в красивом виде. Это E в степени минус, пардон, k на, оно пишется, k на, k на, k на, k на, где k, это единица на а в квадрате, логарифм nc на g в квадрате. Где я вместо бета подставил то его значение через g, которое я вот писал. Да? Вот. Вот такую мы вещь получили. Это чтобы логарифм удобно брать, да? Было. Соответственно, формула выглядела так, что потенциал это предел при стремящемся к бесконечности единицы на t логарифм единица на nc трес квадрате. Вот так она выглядела. Вернее, она выглядела вот тут вот и стояла, да? Но так мы все равно в дефектилидовом времени работаем, я это и уже убрал. Вот. Вот так она выглядела средняя. Вот. Ну и давайте, соответственно, если мы площадь это у меня r на t, t сократится, в итоге у меня останется, в итоге у меня останется, значит, логарифм я взял, у меня минус k r на t, ну и просто k на r осталось. Вот. Ну, все счастливы. Вот. Так, понятно, что мы получили линейный раз потенциал. Вот. Там у нас был кулон при малый g. Ну, как? Эту формулу. Помните, что потенциал выражается через след от вельсиновской линии по большому квадрату? Ну, это будет очень. Вот мы след, собственно, я и на лекции ее рассказывал. Посмотрите. Вот, видите, вот это? Замечательно. Я могу сказать, что это e в степени, ну а у меня уже стоит, да, будет единица на квадрат логарифм вот этого. Так? Ну, с минусом я там перевернул, да? Вот, я и написал, что это будет e в степени а на некое число, где число это вот это. Потому что бета из перехода к непрерывному пределу было что? 2mc на g в квадрате. Вот я его сюда подставил. Хорошо. Ну и в результате мы получаем линейный рост потенциал. Понимаете? Чудесно. перерыв. Я чувствую, что теряется мысль. Спрашивайте что-нибудь здесь непонятно. Ничего. две минуты можно. Я показываю сотрудник. Линейный рост потенциала? Ну, я думаю, что ну, дескать, вот он есть. Вот такие вот способности. То есть, вот это с наличием некоторых показательных базов более не смотрите. Вот это это просто вот тупой способ разложения при больших же. У нас вот тут вот действие бета это единица на g. Ну и раскладываем себе. И получаем вот, вот получили. В этом смысле тут все более-менее строго. Вот. И он дает нам линейный рост потенциала. Другое дело. При малых g он дает нам кулон. вот. Дальше нужно это свести. Ну, линейный рост потенциала и кулон. Вот. А это уже так не сделать. Любые поправки, которые вот считаться будут так, это будут поправки к вот этой формуле. То есть, это будет линейный рост плюс чего-то там небольшое. А любые поправки, которые будут считаться теория взмущения, это будет кулон плюс чего-то там. Поэтому вот переход вот этот, он только вот, ну, вычисляя вот этот интеграл численно делается. Вот. И то есть вот аналитического доказательства конфаймента нету в этом смысле. Ну, это называется конфаймент, линейный рост потенциала, Оно есть только вот такое вот счетом. То есть, вот это асимптотика большие G. Ну, понятно, что у нас G не бесконечно большие, ну, в реальности, там, вот в адронах. Вот. А это асимптотика разложения по бета. А то это другая асимптотика. И вот, вот в асимптотиках можно как-то вот аналитически посчитать, а в середине нельзя. Вот. Кстати говоря, как считать поправки по бета здесь? Вот смотрите. Вот видите, площадь делить на а квадрат. Ну, а квадрат, оно у нас, скажем, фиксировано, да? А площадь, это вот площадь, которую я заполнил вот этот прямоугольник. Да? А я же мог, вот скажем, вот нарастить вот тут вот такой вот пупырь. Мог бы? Вот. Я его нарастил, и все равно, значит, у меня тут дважды обошел, тут дважды обошел, и все, он мне дает вклад. Вот. Только площадь будет больше. Да? Вот в этом слагаемом, для вот такого, с пупырем. Площадь будет больше. А бета, у нас пропорциональная единица ножа, мы говорим, мы работаем в режиме сильной связи, то есть вот это вот маленькая величина. Поэтому вот такие вот с пупырем, у них площадь больше, поэтому это маленькое число в большей степени. Вот. То есть это поправка. Вот к этой главной. Понимаете? Или нет? Вот это функциональный интеграл. Так? По всем конфигурациям у. Всем. Так? В частности, вы должны разложить это действие ну вообще во всех порядках и сложить. Вот мы разложили до тех пор, пока вот до минимальной площади. Вот тут вот. Минимальная я могу написать. Вот то, что тут изображено. А вот это, это уже не минимальная площадь, которая на эту петлю натянута. Понимаете? Вот. У нас четырехмерная решетка. Это двумерный контур. Вы можете его, там, я не знаю, вырастить сколько угодно, там, чего угодно вот тут вот. Зачем поворачивать? Ну, вы берете контур, да? Контур. Любой мыльный пузырь на него надуваете. Это площадь, которая вот если вы дискретизуете вот так, она вполне себе дает сюда вклад. Вот. И его вклад будет ровно такой. Это самая площадь делить на квадраты. Это в этой степени. Ну, вот точно так же считается будет. Вот. Вот если мы сравним вот с этим, вкладом, он будет меньше, потому что вот эта вот площадь будет больше, а это число маленькое. Ну, я не знаю, 0,1 возведите там, я не знаю, в первую степень и в десятую. Чем большая степень, в которой вы его возводите, тем оно меньше. Нет, понятно. А почему тогда минимальная площадь решили? Тем не менее. А потому что, ну, это максимальное число, которое мы здесь получим, когда мы возьмем минимальную площадь. Да. То есть, вот этот пупырь, это будет поправка. Какая поправка? Вот если я это за скобку вынесу, это будет единица, плюс вот эта штука обратная, ну, в степени одна площадь там, на другую там, вот что-нибудь такое. Вот. То есть, это все поправки. Они нам вот этот линейный рост не изменят, как главный член, это будут какие-то поправки вот сюда. Вот. Поэтому минимальная площадь здесь стоит в главном члене. Вот такое поведение, когда след от петли ведет себя вот так, называется закон площадей. Вот. Закон площадей. Вот. То есть, когда говорят закон площадей имеют в виду или что вот это е в степени минус ка, или то же самое, что потенциал линейно растет. это вот закон площадей. Вот. Такие дела. То есть, если у вас есть там закон площадей, то вот у вас есть конфаймент. В этом смысле. Хорошо. Да. А как тут? Я просто не знаю, я же вот эти вот штуки и могу дороживать. не только можете, вы должны, чтобы сочетать вот это точно. Ну, я о том, что, ну, как бы, в одном порядке не, ну, у меня бесконечное число, как бы, конфигураций, хотя бы, в одном порядке. Почему? Ну, по-бэзи. Почему? Нет, я же только что сказал. вот я пупырь один выращу, да, вот, у меня станет больше вот таких множителей. Чтобы мне вырастить еще один пупырь, мне нужно, цук тут, раз, два, три, четыре, пять лишних поверхностей. Ну, четыре, да, вот это такая же как дно. Четыре лишних поверхностей, четыре лишних квадрата спустить отсюда. Соответственно, бета на n четыре лишних раза помножится. Да, пожалуйста, чем больше у вас пупырь, тем больше бета на n раз вот сюда вот как произведение войдет. То есть, эта площадь увеличится, соответственно, вот таких множителей станет больше, понимаете, да? А это множитель меньше единицы. У нас бета стремится к нулю в нашем пределе сильной связи. Нет, мы по нему не всем возможной поверхности можем выбирать. Только такие, чтобы замастить можно. Нет, естественно, да, если мы тут не замастили, то я только что вот показывал, что ноль будет интеграл просто и все. Вот. Потому что, когда мы замачиваем, так сказать, у нас каждый линк ходит дважды, мы используем тот интеграл. Когда у нас этот линк ходит один раз, у нас интеграл другой, он равен нулю по какому-то из вот этих. Так, еще вопросы тут есть? Да. Это тема наших лекций через там вот следующие, после следующей, скорее всего. Так что, это будет подробно рассказано. То есть, в теории заряд зависит от масштаба, да? Было у вас на КЭТ? Да. Замечательно. Вот тут при, ну, от масштаба, скажем так, импульсов, соответственно, если большие импульсы, то заряд будет маленьким. Это называется симпатическая свобода. А импульсы, передача импульсов, да, они обратные из соотношения определенности расстояния. Соответственно, на малых расстояниях заряд будет маленький. А на больших расстояниях он будет, соответственно, большим. То есть, вот то, что я тут рассказываю, это при больших, на больших расстояниях. А большие, это, ну, размеры адронов там. Да? Вот. Вот такое поведение экспериментально, вот это К, это порядка, там, один ГФ на ферме. Вот это К. Ну, его значение. его можно связать с... А вот я не успею это рассказать, но тогда покажу. Значит, вот если взять вот такую струну, значит, что можно еще раз насчет струны. Вот потенциал, да? У какого физического объекта такой потенциал, который линейно растет? Ну, вообще говоря, это типа струна такой объект. То есть, если у струны есть нотка, у него размерность, типа там, ГФ на ферме, то есть, на единицу длины энергии добавляется ГФ. Поэтому, вот если у нас есть струна, натянутая с постоянным натяжением, чем она длиннее, тем больше энергии. Просто длинный рост, энергии. Вот. И если вот для этой струны она вращается с какой-то угловой скоростью Омега, вот, для нее написать энергию полную, вот, что есть масса такого объекта, написать момент полный, то у нас получится, что Ж равно альфа м квадрат с неким коэффициентом. А вот эта альфа это два пика на м квадрат. Вот такая формула есть простая. Из такой простой модели для струны. Собственно, я хотел эту модель сейчас вывести, но я чувствую, что я не успею. Поэтому я пишу ответ, что Ж равняется единице на два пика м квадрат. Вот такое поведение, что будет означать? Что если мы моделируем вот такой стороной наш мизон, да, то у нас в плоскости м квадрат ножи должны быть какие-то линии. Вот. И тут вот на них должны стоять наши мизоны. Вот тут, скажем, там, G1, G2 и так далее. Вот. И эти линии должны быть прямыми. Вот эти линии называются траектории Реджи. Вот. И понятно, что это очень простая модель со струной, которая вот, то есть, если вот это некий фундаментальный такой результат, да, то вот эта модель. Вот. И сейчас я вам покажу эти траектории Реджи, а в следующий раз, ну, или на семинаре вы тогда вот эту модель выведите со струной. Вот. Так. Включите. Да. Включен. сейчас интересно так или вот эту наглотку ну отлично вот статья ну собственно я просто взял и набрал в гугле траектории реже чтобы показать картинки и самые хорошие картинки так вот на вскидку оказались вот в этой статье который как ни странно говорит о том который посвящена тому что мышка где-то по все прочитайте абстракт что эти траектории вот там что-то там написано что люди думали что траектории примерно прямые и не пересекаются мы показываем что они значит не прямые и пересекаются то есть это некое провержение вот но тем не менее вот этот параметр к который линейный рост потенциала он просто вам покажут наклон вот этих траекторий угол да вот это что они у него не прямые не пересекаются это ну это более точные так сказать модели а вот качественная картинка дается это вот сейчас в конце у него картинки простут он много об этом рассуждает они вернее но это даже нам ни к чему хотим на картинки посмотреть вот давайте смотреть вот они такого типа все картинки так их помельче 11 а вот они такого типа то есть вот траектории для мизонов да то есть что мы предполагаем что у нас вот нашими зоны они имеют все те же самые свойства только вот момент побольше да вот которые так идут вот на траектории ну и вот тут нарисованы некоторые для которых подобрали так скажем траектории над пи мизон там еще что-то b ну и вот тяжелая пи вот они более-менее там напрямую вот и вот если мы посмотрим он делает подгонку вот м квадрат ну вот это достаточно маленький коэффициенты типа ну вот видите это порядка единицы ножи вот если тут единица там 16 там 09 вот так вот эти числа тут плавают при жи же это момент м массу да вот идем дальше он их тут все собрал вот там каме зоны какие-то тоже есть что-то вот здесь подгонка ну вот один и три ножи ну и плюс что-то там вот ножи квадрата и сдвиг вот вот тут уже больше это у нас коэффициент связан с натяжением струны вот видите то есть это вот вот тут вот эта штука помните мы говорили это бесконечно тяжелые кварки да вот они там стоят себе и струна натянута между ними вот так это можно интерпретировать понятно что у нас тут вот куча других эффектов там у кварков там есть спины у них там какие-то массы там ну и много каких других взаимодействий вот то есть это такая простая картинка но как ни странно мы видим что этот коэффициент при жи да он порядка единиц все время и ниже там главный вклад вот при массе прям квадрат вот ну и они более менее линейные так вот глядя на так это и есть нет тут говорится смотрите вот на роме зоне что то есть да вот мы возьмем такой же роме зону но с другим моментом как все все остальные квантовые час такие же момент у него скажем больше да вот и сравним массу этого с массой эти с массой тяжелого рота да и будем говорить что вот это вот формула ну же равно там альфа м квадрата она должна выполняться если они вот так лежат более-менее на прямой то то есть это только это и все вот это не более чем модель я просто говорю вот она есть есть а что вы имеете ввиду промежуточная область это он здесь везде то есть вот это это признак . это коэффициент пример то есть вы равно к р да вот к это вот это к который определяет этот наклон просто условия предельных же да не настолько предельный поэтому тут и не настолько прямо и не настолько так сказать вот м квадрат равно там жизнь везде одинаковые она немножко плавает но это качественная картина такая вот что за счет линейного роста потенциала у вас будут траектории речь вот если все было идеально была бы идеальная струна там еще чего то они вообще вот были идеально прямые с идеально одним и тем же коэффициентом прижи никаких же квадратов и там константы вообще все вот но но вы же понимаете что в массу дают вклад на просто чисто массы кварков да вот а здесь это ничего не учтено поэтому сдвижка будет вот и тут ну тут похуже значит вопросы к товарищу тут ну там усы то какие то есть но они сейчас узлы усы не не шибко большие этой модель не очень хорошие она просто есть и дает вам качественное поведение не больше вот больше за покупать не надо примерно прямая да не более того вот я собственно думал что я вам выведу вот это сейчас но так как не успел я пока только вот картинки покажу вот это чё коми зоны то есть их довольно много таких картинок если эти люди они просто все взяли мизоны и вот накладывали траектории и барион и кстати говоря тоже а вот они пошли барион и вот вон там видите киус и вот причем ведь какой момент то вот большой вот ну и тут можно много листать там сколько-то их есть и плохие я думаю вот но тут что-то у них пересекается уже вот то есть это эти это явление как таковое есть но как бы описание его она до сих пор хорошим не является вот и вот эта струнная модель она одна из моделей которые описывают ректоре речь вот что дальше вот смотрите хорошая подгонка к потенциалу на самом деле она вот такая что типовая это она r плюс vr плюс c ну грубо говоря кулон линейный рост и сдвижка вот и дальше что может делать можно горитяну давайте вот таком потенциале решать нам мир уровня не шредингера и будет вам потенциальная модель адронов вот если вы еще добавите различные там взаимодействия всяких спинов еще чего то ну вот будут к ней поправки в этом в этой модели тоже у вас будут линейные траектории более-менее то есть это такая область в которой уже идут модели вот одну из них струну я хотел вам рассказать не знаю успею в следующий раз расскажу не успею не расскажу вот но она в конспекте написано вот ну и что все мне пора заканчивать вот там там просто и массы сами этих творков есть до который дают вот в год вот если но они они есть они загибаются там потихоньку где-то как-то вот но они говорят о том что вот это явление линейный рост потенциал она качественно есть вот но не более того количественно его описать